Приветствую вас, Наталья. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы описываете возврату близкого человека и говорите о том, что, во-первых, что у вас есть ощущение недосказанности, во-вторых, что ему жизнь закончилась нечестно, и, в-третьих, это то, что вы потеряли интерес к жизни. Эм, первое. Почему вы решили, что ваш отец не знает того, что вы хотели ему сказать? Чего вы решили? Что он этого не знает? Ну, то, что вы это не обсуждали, то, что вы ему не говорили, это понятно, но, чего вы решили, что он не знает о том, что вы ему хотели сказать? То есть, ваш папа, если вы были близки, он, в принципе, в курсе всего того, что вам происходит, в курсе, какая вы, какая вы, и он знает всё, что вы хотели ему сказать. Он знает всё. Вот, как любой родитель, который достаточно близок со своим ребёнком. Вот, это первое. Во-вторых. 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 Для чего именно вам нужно ему это было сказать? Вот, лично вам? Зачем? То есть, какое желание вы преследуете? С чем это связано? С чем связано? Вот эта вот необходимость сказать ему то, что вы хотите сказать. Это очень важно, потому что у меня есть подозрение, что вы это делаете не для него, а для себя. Вот, через него. То есть, вы, то, что хочется, хочется вам, делаете через другого человека, ну, через, через него. Вот. И отсюда мы плавно перетекаем к следующей матче проблеме. К проблеме потери интересной жизни. Здесь сразу хочется сказать, что, во-первых, вы, ну, понятно, что не прожили все числа по поводу смерти отца. Вот. Не отгревали столько, сколько нужно вам. Свободно не выразили своих чувств. Свободно не выразили своих эмоций по поводу смерти отца. Свободно не выразили своих эмоций по поводу смерти. Ну, но столько, на сколько, это, а, значит, а, значит, ааа, столько, сколько нужно. было. И соответственно нужно это всё пережить, нужно всё это прожить. В первую очередь необходимо это всё прожить. Во вторую очередь разобраться с тем, что вы потеряли с ходом отца, с вашим значением недосказанности, каковое значение имеет именно для вас. А сейчас вы, называя смерть отца нечестной, по сути вы боретесь с реальностью. Это такая вот стадия отрицательная. Вот. Это стадия переживаться, переживаться, проживаться. Вот. Ну и, да, у вас имеет место быть депрессивное состояние, потому что нужные эмоции не выражаются, а на другие сил у вас попросту нет. Вот. И это, ну собственно это, с одной стороны это стимул к тому, чтобы пересмотреть своё окружение, потому что его вы, на мой взгляд, выбрали не совсем верно, раз нет людей, которые могли бы вас поддержать, поддержать. Вот. Ну и последнее, некое такое понимание жизненной смерти. Вообще, что такое жизнь, что такое смерть. Понимание того, что умирает только телесная оболочка, что умирает только тело. А вот то, что составляет, что представляет себя через человек, он, в общем-то, остаётся с вами. Пока вы его попомните. Ну, что такое помнить человека, да? Помнить человека, это значит знать его ценности, знать его приоритеты, знать то, что он хочет, хотел точнее для вас, то, что он, то, что он желал для вас. И вот, соответственно, достаточно, в соответствии с этими ориентировками, учитывая и ваши ориентировки тоже, тоже двигаться по своей жизни. Вот так всё. То есть вы поймите, что всех человек, на самом деле, он не ушёл. То есть мы общаемся, мы общаемся с людьми, мы общаемся с их образами. Их образы, они сохраняются и после смерти. То есть вам необходимо вот, во-первых, принять естественность смерти, как таково, случайно, но не случайно, от болезни, от несчастного случая, без разницы смерти, это естественно, абсолютная история. Вот. Вам необходимо признать и прочувствовать, что вы потеряли с уходом отца. Я, например, вот вижу, что вам самой, там, к примеру, особо ничего неинтересно в жизни. То есть вы это всё делали, ну вот, такое впечатление, что для отца. То есть вы это делали бы для отца, ну я не знаю, для его одобрения может быть, или там, что ему что-то продемонстрировать и прочее. То есть нет такого, что вам понравилось. Нет такого. Вот. Ага, ну и, соответственно, на личный счет вы воспринимаете его смерть, потому что, потому что, потому что у вас есть перед ним чувство вины. То есть вы берете ответственность, с одной стороны, за то, что вам отношения вообще не имели. Это первое. А второе, это то, что вы не говорили отцу нет и не отставили свою позицию где-то в чём-то. Я не говорю, что вы везде это делали, но где-то в чём-то, к сожалению, такая проблема была. Да. Вот. Соответственно, на это тоже очень важно обратить внимание на ваши. Вот. Ну и, основная задача сейчас это вам помочь прожить, вот, выплеснуть все эмоции, чтобы вы действительно выразили свои чувства, свои принимания, чтобы их прожили, чтобы вы от них освободили, чтобы вы выражали их столько, сколько, сколько нужного. Это работа с психологом. И эта работа, ну такая, достаточно длительная, длительная, потому что у вас совершенно очевидно, что загналось это вовнутрь, то есть вглубь это загналось у вас, и, ну точнее, точнее как, вглубь, вы сверху навалили всяких мыслей, установок и прочего, и попребуется какое-то время, чтобы это всё откопать у вас. Вот. Ну, в принципе, это решено, что всё. Главное, главное, чтобы желание у вас было. Вот. Такая вот история, чтобы советовать что-либо бесполезное, вы говорили, даже от нас вы хотите именно совета. То есть вы хотите, чтобы кто-то взял ответственность за вас и решил за вас проблемы. Ну, это, это так не работает. Это так не работает, к сожалению. А можно ли к счастью? Я вот, например, например, считаю, что к счастью, потому что личная ответственность позволяет человеку быть счастливым, а не чужая соответственность за другого человека. Вот. Но, увы, и то, что вы описываете, это, с одной стороны, вследствие естественного переживания, утраты просто заблокированного, и, с другой стороны, это вот личная проблема. Пока. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого-самого доброго, удачи, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится, и вы сможете найти себе психолога с топором, сможете спрощить эту проблему. Всего вам самого доброго, удачи.